Когда 15-летний Никита Тарасов в июле нынешнего года бросился в воду на помощь тонущему соседу, ни о каких медалях точно не думал. В мутной воде подросток на ощупь отыскал тело Павла Крылова и вытащил на берег, подарив человеку второй день рождения. Смотрю, дядя Паша что-то не всплывает. Ладно, разделся, нырнул, залез в воду, ногой его нащупал, нырнул, выплываю, говорю, дядя Паша здесь, ныряю за ним, достаю его за руку, ну и вот на берег его вытащили. Как и было обещано, городские власти написали представление к награде. 30 ноября в Главном управлении МЧС Екатеринбурга кадету вручили медаль за спасение погибающих на водах. Долго шла награда и к дознавателю отделения надзорной деятельности и профилактической работы Георгию Бугаеву. Точно так же, не задумываясь, Егор в марте 2017 года первым пришел на помощь пострадавшим в пожаре на Энгельса 59. Этот день он помнит, как сейчас. Возвращался со службы, заметил дым в одном из окон. И пока не прибыли коллеги, с помощью соседки оповестил жителей первого этажа, организовал эвакуацию, а затем сквозь дым пошел в самое пекло. Дверь в лестничную клетку была открыта. Попробовал пройти, то есть, ну, как бы задымление все равно сильное было. Потом услышал, что из одной из квартир, вот в дальней, рядом с которой происходил пожар, зовет бабушка на помощь. Я набрал воздуха, попробовал ее вывести из подъезда. То есть, дверь в квартиру, которая горела, тоже была открыта. То есть, одной ногой, скажем так, прикрывал, придерживал дверь, а второй пытался, ну, вывести бабушку. А бабушка находилась в паническом состоянии, то есть, она выходить не хотела. Я выбежал обратно на лестничную клетку, то есть, отдышался, ну, и со второй раз пошел там, скажем так, подбежал прохожий, тоже мне помог, как бы, мы уже вдвоем ее оттуда вывели. Коллеги от души радуются за Георгия. Представления на награды для отличившихся в пожарах направляются в область регулярно. Но награда Бугаева – первая за 30 лет. Ну, это очень отрадное событие, яркое в жизни как нашего отдела, так и всей Салдинской пожарной охраны, поскольку вот за всю историю это всего лишь шестая награда, которую получают, как бы, работники именно города Верхней Салды. Да, и последняя, последняя, крайняя награда, ею был награжден наш сотрудник в 1988 году, то есть, прошло практически 30 лет со дня последнего награждения. Ну, хотелось бы отметить, что эта награда в среде, в кругах пожарной охраны является очень авторитетной, то есть, очень почетной. Медаль дознавателю вручили также в рамках фестиваля «Созвездие мужества» 30 ноября. Как отметили организаторы, 2017 год стал рекордным по числу геройских спасений. Уральцы совершили более 30 героических поступков, два из них на счету наших солдинцев. Хотелось бы поздравить всех коллег пожарных спасателей с профессиональным праздником, Днем Спасателя Российской Федерации. Пожелать спокойных суток, спокойных дежурств, ну и чтобы семьи, жены, дети всегда дожидались, радостно встречали наших коллег после боевых дежурств. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!